Вчера мы говорили о том, как и где детям можно заработать себе деньги на карманные расходы, а теперь самое время поговорить о финансовой грамотности детей и о том, как научить их тратить деньги с пользой. Впрочем, это важное умение и для самих взрослых, а мы обсудим этот вопрос со специалистом у нас в студии Кофе Плюс, малый инвестор Катарина Хольм. Доброе утро. Доброе утро. Ну, тут целая масса вопросов. Я даже не знаю, с чего начать. Вообще, в принципе, насколько вот этот маленький ребёнок обучаем финансовой грамотности? С какого возраста об этом можно и нужно говорить? В общем-то, всё зависит от возраста. К каждому возраста своя тема. О том, что существуют деньги, что это такое, что за них можно получить, вполне можно объяснять уже двухлетнему ребёнку. Дальше уже просто в зависимости от возраста обсуждаем темы посложнее. Ну, ребёнок, особенно если он уже пошёл в школу, как правило, получает карманные деньги. Вот как поступать с карманными деньгами родителю? Что нужно объяснять? Как часто их выдавать? Если ребёнок их потратил и стратил уже всю данную сумму, нужно ли ему добавить или нужно воспитывать в нём характер? Ну, тут надо поступать постепенно. Если ребёнку деньги выдаются впервые, нет смысла ему выдавать на весь месяц. У него просто ещё отсутствует такой навык долгосрочного планирования. Хорошо бы начать с ежедневных денег, там, допустим, 1 евро, да, скажем. А потом добавить деньги на неделю, допустим, 5 евро. Ну, я не знаю, сколько там каждая семья решит. Это приучит его постепенно планировать всё более длинные отрезки времени. И если вы дали ребёнку деньги, то надо решить, чьи это деньги. Всё это ещё ваши деньги только в руках у ребёнка? Или это всё же деньги ребёнка, раз уж это его карманные деньги? То есть это вопрос того, на что он их будет тратить, да? Но если вы дали ему деньги, то как бы вы уже не можете проконтролировать, если это его деньги, на что он их потратит. Ну, если деньги даются конкретно, например, на обеды, а ребёнок хочет купить себе, ну, всякую ерунду типа сладостей и каких-то вкусных, но не очень полезных напитков, при этом на обеды ему не хватает, он ходит голодный, но в этом не признаётся. Вот тут какой-то замкнутый круг получается. Замкнутый круг, но деньги на обеды, на мой взгляд, не входят в категорию карманных денег. Это всё-таки деньги, у которых есть целевое назначение, конкретно на обед. А, ну, когда я училась в школе, мы делали то же самое, уж если очень хочется булочку, то котлета в столовой остаётся некупленной, ну, ты поголодаешь так какое-то время, но потом-то всё равно приходишь к нормальному поведению обратно. Ну, вот это важное замечание, что деньги на обеды – это не карманные деньги, то есть тут нужно разграничивать. Спасибо. Я бы спросила, наверное, более уже сложный вопрос про детей, которые сами могут зарабатывать. С 13 лет дети совершенно свободно могут заработать себе деньги, причём неплохие деньги. Это не просто на булочке с конфетами. Допустим, велосипед человек хочет. А родители ему говорят, ну, какой тебе велосипед, где мы будем ставить этот твой велосипед? Негде в обычной квартире, например. И так далее. То есть должны ли родители в этом случае вмешиваться в выбор ребёнка, тем более, что это его деньги, он их сам заработает? Конечно. А у ребёнка есть мечта, он работал для её достижения. И на этом месте начинать разрушать его мечту нехорошо. Понятное дело, что если в квартире некуда поставить велосипед, то этот вопрос надо обсудить с ребёнком. Возможно, велосипед можно держать у бабушки всю зиму, но в таком случае возникает вопрос, как его до бабушкиной квартиры транспортировать. Ребёнок, как правило, вероятно, не просчитал все аспекты обладания желаемой вещью. Поэтому стоит его внимание обратить на некоторые сложные моменты, но при этом предложить варианты решения. Ну вот такая ситуация. Сейчас тёплая погода, ребёнок хочет велосипед, хочет на нём кататься. Велосипеда нет. Он говорит родителям, купите мне, а я летом пойду работать и отдам вам. Хорошая затея, в общем-то, если ребёнка уже есть действительно договор с ученической дружиной или как он планирует работать. Потому что тогда возникает возможность научить ребёнка более сложным финансовым деталям, как, например, деньги под процент. То есть можно договориться с ним, что хорошо, сколько там твоя зарплата будет за лето. Ну, скажем, там 500 евро. Ты хочешь велосипед за 700. Где мы возьмём недостающие 200 евро? Тут возникает вопрос, то ли ребёнок выбирает модель подешевле, либо показать ему, что такое кредит, выдать ему деньги в долг под какой-то символический процент. Своему ребёнку под процент. Своему ребёнку под процент. Но я говорю символический, я не говорю рыночный. Чтобы ребёнок просто почувствовал, что такое брать деньги меньше, а отдавать больше. А получится так. Он 500 евро свои заработал, отдал, и 200 евро нужно ещё с чего-то отдавать дальше. А у него уже начинается учебный сезон. Он не работает. Откуда ему взять эти деньги? Не будет ли для него это слишком травматичным? И как вести себя родителям в этой ситуации? Не будет, потому что родители-то в курсе, что возникает такая ситуация. Родители предлагают решение, что, например, ты пойдёшь работать на следующее лето, и следующим летом вернёшь, нам скажем, не 200 евро, а 250 евро. Ну, сколько там, договоритесь. Или, например, если вы знаете, что ребёнок недотерпит, или можно предложить ему другой вариант. Скажем, мы знаем, что у тебя будет день рождения, бабушка тебе точно там подарит 100 евро. У тебя есть возможность вернуть долг раньше, заплатить меньшую процентность. А если ребёнок не будет возвращать этот кредит, и отнекиваться будет, и так далее, что родителям делать? Простить ему или настоять на своём, сказать, ну-ка, договорились, отдавай? Тут уже придётся настоять, потому что в таком случае может сформироваться определённый поведенческий узор, когда ребёнок выросся, будучи совершеннолетним, 18 лет возьмёт какой-нибудь СМС-кредит, и решит, что его тоже можно не отдавать, потому что родители простили. Просто другой вопрос. Если понятно, что он не может вернуть эти деньги деньгами, ну, тут отработать. Помыть все окна, например. Ну, что-нибудь в этом духе, да. Да, но просто уж долг платежом красен, взял, значит, надо возвращать. Все дети разные. Даже в одной семье, где двое детей, может получиться, что один всё до последней копейки откладывает, копит, и у него всегда есть свободные средства, другой всё тратит подчистую и постоянно попрошайничает ещё и ещё. Вот если брать эти две крайности, то понятно, что хочется и того, и другого подтянуть к золотой середине. Но вот мы поговорили уже про траты, а если обратная ситуация? Да, ребёнок накапливает. Он копит, он ни на что не тратит, он просто на что-то копит. Это нормальное явление? Ну, нормально. Если ребёнок хочет тот же самый велосипед, это дорогая покупка, копить придётся долго. А такие дети часто просто копят? Просто копят. Просто, чтобы была вот эта банка с монетами. Банка с монетами. В таком случае ребёнку прекрасно объяснить понятие инфляции. В своё время у одного зарубежного банка была прекрасная реклама, где ребёнок копил-копил деньги, потом решил, что окей, хочу к себе большой глобус, мимо которого он там ходил определённое время, приходит в магазин со своей банкой, выясняется, что прошло-то два года, и глобус уже в цене на 20% подорожал, пока он там ждал, что глобус подешевеет. Здесь то же самое. Показать, что деньги дешевеют, если ходить с ним, например, в магазине, ему какую-то определённую вещь и периодически фиксировать цену. Он это поймёт. Есть другой вариант. Попросить, например, самому ребёнка деньги в долг и вернуть ему с процентом. Он поймёт, что деньги можно положить под проценты и заработать. Но в банке проценты меньше, по кредитам проценты больше. Но если взять у него, например, в кредит, можно взять и не вернуть один платёж вовремя. Таким образом он поймёт, что больший процент коррелируется с большим риском. Хорошо. А когда имеет смысл пойти с ребёнком, скажем, на консультацию в банк, чтобы ему посоветовали уже сделать, может быть, какой-то вклад, иметь свой счёт, который можно управлять? Я лично считаю, что у ребёнка должен будет свой счёт с того момента, когда у него есть свои личные карманные деньги. Потому что с карточкой проще, меньше возможности эти деньги потерять. А, с карточкой опять же такой психологический момент, ты не чувствуешь этих денег в руках и легче можешь потратить всю сумму. Разумеется. Но в любом случае ребёнок как-то этот опыт должен приобрести. Какие-то ошибки он всё равно сделает. Идеально всё равно всё не получится. Поэтому, ну скажем, уже в 10 лет он вполне самостоятельно может понимать, что если я знаю, что мне деньги хочется потратить на карточки больше, чем наличностью, пускай он пойдёт с карточки, эту наличность снимет, карточку оставит дома. Но вероятность просто, что в таком возрасте, если он будет ходить с пачкой денег, потеряет её гораздо больше. Малый инвестор Катарина Хольм была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.